Всем привет, дорогие друзья! Вы часто оставляете комментарии под нашими видео. Так уж сложилось, что, к сожалению, большинство из них какие-то неадекватные, абсолютно не имеющие отношения ни к моему видео, ни ко мне. А некоторые из них очень даже забавные и смешные. И в этом видео мы с Владой решили почитать ваши комментарии, которые вы оставляете. Сами посмеемся и вас повеселим. Поехали! Ребят, помните, я показывал вам платформу Vali, на которой можно получать 1,44% прибыли ежедневно? Я делал свой вклад в эфир, уже вернул все свои деньги и теперь получаю чистую прибыль. Но кроме этого я зарегистрировался в фиатном личном кабинете и уже здесь только реферальных бонусов я заработал почти на 22 доллара, вообще ничего не делая. Пускай это не такие большие деньги, но зато все честно и прозрачно. Уже на данный момент на платформе больше 300 участников, которые вложили почти 530 эфиров, что в пересчете на доллары по курсу 120 будет где-то 62-63 тысячи долларов США. То есть вы понимаете, что люди сюда вкладывают серьезные деньги и платформа до сих пор работает, а работает благодаря все тому же смарт-контракту. Кстати говоря, после запуска фиатного личного кабинета компания не остановилась на достигнутом и продолжает развивать свою блокчейн-платформу. Кстати, кто не знает, что такое блокчейн, это простыми словами целая экосистема, которая построена на криптовалюте. На данный момент у компании идет работа над запуском проекта Vali Gambling, что подразумевает под собой целую палитру разных онлайн-игр по типу казино, но только в качестве игровой валюты выступает криптовалюта, что дает возможность играть с любой точки мира анонимно, абсолютно не привязанным ни к чему. Но самое крутое в запуске этой платформы это то, что можно стать ее совладельцем, инвестируя в доли от этой платформы. Старт продаж долей компании начался 6 февраля и закончится 27 февраля. Дело в том, что инвестируя всего лишь 1000 долларов, за год можно заработать около 5000. И это еще не предел. Вы как совладелец компании будете получать процент от каждой транзакции на сайте. То есть за каждую ставку, за каждую выплату, которую будут делать пользователи платформы, вы будете получать свои дивиденды. По-моему, это очень круто. Так как это уже проверенная платформа, то есть смысл вкладывать в это деньги. Ссылку на сайт я оставлю в закрепленном комментарии, где вы сможете более подробно ознакомиться с информацией, о которой я вам рассказал. Ну вот, там сразу же то, о чем я говорил. Первый комментарий, который мне попался, он неадекватный. Написано, что Влада банутый на всю голову, это не девушка, а домашнее животное. Нормальный парень, ее бы выделывание не терпел бы долго. Выделывание? Ну там с матами. Я в этом выпуске постараюсь не материться. Как ты это прокомментируешь? А где я там капризничаю, что ли, я не знаю. Ну, честное слово, я тоже как бы не понимаю. Есть действительно просто некоторые пары, где девушки очень капризные, сильно трахают мозг своим парням, но у нас с Владой, слава богу, такое не происходит никогда или не происходило до сих пор еще. Может быть, позже меня настигнет эта же участь всех остальных парней. Да и во влогах тем более, такого я не наблюдал, поэтому я даже не знаю, при чем здесь этот комментарий. Ну вот еще очень частый комментарий. Богдан, купи варежки для Влады. Зачем ей перчатки и не нужны? Влада, насколько я знаю, не носит перчатки. Я даже шапку не носила, они меня просто заставляют немного. Видите, Влада пока со мной не начала встречаться, даже шапки не надевала. Да и я перчатки не ношу, и я ее руки всегда грею сам. Зачем ей варежки? Они ей не нужны. Вот еще смешной коммент. Чувак обосрал меня, а потом еще самоуничтожился. Пишет, ты для меня лично как аутист себя ведешь и несешь херню, даже не зная меня. Я точно уверен, что я для тебя аут, ибо высказал свое мнение о тебе не в лучшую сторону. То есть чувак сам признался для себя, что он для меня аут. Молодец, сам справился. Вот еще смешной комментарий. Влада такая скромная и милая девушка, посмотрела инстаграм и немного ошалела. А что у меня в инстаграме? Что у тебя там в инстаграме, Влада, расскажи. Да все нормально. Там, наверное, фотки, где Влада в этом белье фоткалась, или от чего там шалеть, я не понял, честно говоря. Детская психика, наверное, этого не выдержала. Ну просто у Влада на самом деле очень еще даже приличный инстаграм по современным меркам. Так у меня только там одна такая фотография есть, которая в лифчике, и все. И то лифчик спортивный, типа как топ, то есть это даже не какое-то там кружевное белье и так дальше. А, видите, люди находят к чему прикопаться. Люди ошалевают. Да, люди ошалевают. Хули ты просто по городу ходишь и трындишь и трындишь, делай что-нибудь интересное. А хули это не мат, ты сказал, не материшься. Для меня это не мат. Что я хотел сказать, часто тоже такие комментарии оставляют, что кому-то неинтересно, или кто-то считает тупым то, что я хожу по городу и разговариваю с камерой. Ребят, камон. Формат видео, который называется влог, он сам по себе подразумевает то, что человек снимает свою жизнь на камеру. Он не делает какие-то там тематические видео. Видос не снимается в студии с актерами и так дальше. Поэтому, кому интересно такой формат контента, те люди подписываются на мой канал, на подобные каналы и смотрят такие видео. Кого это не интересует, я, блядь, реально не понимаю, почему вы подписаны. Вы заходите, смотрите каждое видео, а потом, блядь, пишите, что они вам не нравятся. В каком классе Влада, Влада, ответь. Я в университете на первом курсе. Под каждым просто видео, постоянно в трансляциях у меня в инстаграме задают один и тот же вопрос. Сколько лет Владе и в каком она учится классе? Все думают, что ей лет 15 или иногда даже пишут, что ей 13 лет. Писали такое? Да. Я типа не понимаю на самом деле. Влада там молодо выглядит, она же не старуха какая-то, но все равно. Мне 18, мне 15, мне 13. И тут сразу же чуть выше комментарии, сколько Владе лет, что она живет с мужчиной уже. И у меня встречный вопрос, а что странного в том, что Влада живет с парнем? Так написало, знаете, как будто бы 40-летний какой-то мужичара и там 15-летняя девочка живут вместе и кого-то это смутило. Оооо, самый часто употребляемый комментарий на моем канале. Почему нельзя видео грузить так, чтобы оно сразу было в хорошем качестве? Ребят, объясню раз и навсегда. Видео я монтирую в 4К и загружаю его в 4К на свой канал. Но доступно оно для вас не сразу в 4К разрешении. Оно сразу обрабатывается до 144. Дальше доступно 240-360. И по нарастающей. То есть проходит от момента загрузки видео до обработки в Full HD, например, минут 15 или 20. Если вас не устраивает смотреть мои влоги в 360, вы просто можете спустя 10 или 15 минут перезайти на это же видео. Оно обработается YouTube и будет доступно для вас в нормальном качестве. Влада Кисляк кто-то написал. Как тебе звучит? Не, ну я типа нормально воспринимаю то, что у меня не самая крутая фамилия. И даже если бы в будущем мы собрались пожениться и Влада бы отказалась брать мою фамилию, я бы понял. Ну она и не самая херовая, потому что есть такие фамилии там как Дрысля там и так дальше. Что-то вообще очень ужасное. Поэтому моя фамилия просто забавная, как по мне. Ну ничего какого-то прям жесткого в ней нет. Но я не знаю. Мне, если честно, не сильно нравится, как это звучит. Я тоже. То есть фамилию мою ты брать не будешь? Я подумаю. Например, мой брат, да, кстати. Кто не знает, у меня есть брат-близнец, с которым у нас разница в 10 минут. Он как-то был у меня во влоге. Он сменил свою фамилию. Мне она не мешает жить. Мне абсолютно все равно. Но меня никогда не в школе, нигде не в универе там не доставали по поводу моей фамилии. Мне все равно. Ну то есть она для меня нормальная. Просто фамилия и все. Ничего более. Мне же все равно от того, какие буквы у меня там в паспорте написаны и так дальше. Есть еще такие странные комментарии. Этот влог получше. Видно, что комменты читаешь и анализируешь. Поэтому пока лайк. Типа знаете, как на вскидочку, так авансиком. Пока лайк, но не дай бог. Что-то будет в дальнейшем не так. Ты знаешь, что с тобой будет. Тоже забавный случай по поводу этого комментария. Какой-то чувачок пишет. Я с тобой на свадьбе быв. А потом чуть выше. Добаву друзей в инстаграме. Как вы может быть помните из прошлых влогов. Я ездил в город Лубны на свадьбу к моему другу. И там на свадьбе был какой-то его родственник. Пацанчик там лет 10 может быть или 12. Я не знаю. Первый день ходил и не подавал виду никакого. А на второй день свадьбы, как начал бомбить мой дайрект. И просить всех своих родственников, чтобы я подписался на него в инстаграме. И мне даже Виталик, это чувак, который был женихом на свадьбе. Подходит и показывает переписку. Где этот малыш пишет, что... И после этого он под каждым видео в ютубе мне писал. В дайрект каждый день написал миллион просто сообщений. Я честно был удивлен такому отношению нынешнего поколения к ютубу и к подписчикам в целом. Потому что если бы я хотя бы был там какой-то звездой, окей, у меня там каких-то 20 тысяч подписчиков в ютубе. И на самом деле это очень немного. Но для нынешней молодежи, для подрастающего поколения, это уже какой-то вау-показатель. И пока чувак не знал, что у меня есть какие-то подписчики и я занимаюсь ютубом, я для него был абсолютно неинтересен. Ну, приехал какой-то парень из Киева и ладно. А на следующий день, когда узнал, что у меня есть подписчики, сразу же проснулся какой-то интерес неимоверный ко мне. При том, что он ни разу мои влоги там не смотрел и ничего такого. А мы его видели после того, как он тебе выписывал или нет? Да, на второй день свадьбы он ходил, но виду он не подавал. Он типа, я не писал. Да, 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 да. Ну, ходил и стеснялся просто. Ну, я, кстати, ошибался, что про Владу все хорошие комментарии. Мы просто часто с Владой обсуждаем то, что под каждым видео меня засирают, а про Владу пишут что-то хорошее. Какая она милая, красивая, вот даже под этим видео. Какая милая и скромняга. И чуть выше вот кто-то пишет, эта девочка заторможенная какая-то, как Даунша. Почему? Что она плохого в видео делает? Почему она заторможенная? Нормально все. Я не заторможенная. Ну, или вот такие вот пожелания. Как хочется нассать на твою ручную обезьянку, которая визжит, как одичалый цыган. Лучше бы, когда он прыгал, лифт оборвался и упал вниз со всей этой пиздой братьей. Это про Назара? Ну, скорее всего. Я подозреваю про какой-то момент из видео. Сейчас я попытаюсь его найти. О, и наконец-то самая жаришка сегодняшнего видоса. Это комментарий под моим крайним видео, где разыгрывалась нешуточная ссора между Назаром и Юлей. А также там участвовали еще друзья Юли. Ты сказал, как будто бы это постанова, и она разыгрывалась? Не, ну, вы-то поняли, что я хотел сказать. Я там кто-то писал, я видела комментарии. Это постанова, и вы там плохо играли. Там некоторые смеялись. Да, плохие актеры, потому что кто-то там где-то улыбался и смеялся. Не, ну, если нашлись люди, которые видят во всем, что происходило в этой всей дичи постанова, ну, окей, как скажете. Алина Толизина пишет. На минуте 40 Влада посмотрела на Ларина как на говно. Че ты на него как на говно посмотрел? Да я не смотрела, там просто простой взгляд был. А ну, сейчас по тайм-коду посмотрим. Тур был. Поедите в Братиславу, там где за 5 центов чувак себе гостиник. Я там просто посмотрела, и кажется, даже не на Диму. Да, там обычным взглядом было, и просто в сторону куда-то. Я на самом деле не понял этого комментария, но ладно. Ха-ха-ха, покупать бэу-шмот и ездить на такси Мерседесе, мне кажется, он тупо платит 50 гривен и едет 1 метр на такси. Ребят, ну, во-первых, я уже объяснял свою позицию по поводу покупки там футболок в секонд-хендах. У меня есть деньги для того, чтобы покупать в каких-то масс-маркетах новые футболки. Но я не считаю это целесообразным, если я просто ношу тупо белые футболки. И на 150 гривен в секонд-хенде можно 5 штук купить белых футболок одинаковых. С того же там какого-то там Марк Эдспенсер, Топмен или H&M. А пойти в торговый центр и купить новую футболку белую, одну, это обойдется гривен 400-500. Я не считаю это целесообразным и не вижу ничего плохого в том, чтобы купить просто нормальную, а не затасканную шмотку в секенде. Я не принц какой-то там, и для меня это норма. Сколько бойцов здесь под этим видео собралось. Вот по поводу Артема, там чувак, который был в розовой кепке. По поводу него тут комментариев, наверное, больше всего. Пиздец, меня этот тип в розовой кофте и кепке так сбесил своим голосом. Голос как у бабы или у какого-то гандона. Сука, так и хотелось подойти и дать ему в ебососину. Представляю этого мальчика, 10-летнего такого пухляша, который сидит и пишет комментарии. Там мама зовет, там, Илюша, иди борщик уже насыпал. Он такой, ааа, сейчас я комментарий напишу, я бы ему, блять, там, так тащил бы. И Тёма рассказывал, мы когда виделись, и мы в директ писали там угрозы, такие, я тебя найду. Почему? Почему, блядь, просто левые люди Которые не имеют отношения Ни к этой ситуации Ни к этому видео Пишут какие-то угрозы другим вообще людям Почему? Вам-то какая разница? Ладно, там Назару есть дело до этого Мне, там, друзьям Юли есть до этого дела Вам какая нахрен разница Чё? Кто-то кого-то уже хотел побить Или вот ещё комментарий забавный Орнул, блядь, вы все дрыщи, что ли? Драться умеете? Как ебанашки стоите? Я был бы там, уже в драку полез бы Просто, во-первых, исходя из построения предложения И исходя из слов, из которых построено это предложение Можно уже понять, человек какого состава ума Просто и с каким коэффициентом интеллекта Написал этот комментарий Он под этим видео тебе такой комментарий оставит За то, что ты его написал За то, что я его обосрал Но ничего страшного Что я хотел сказать по поводу того, что Причём здесь дрыщи или нет? Причём зачем лезть сразу в драку? Вот это вот, понимаешь, твой комментарий сразу показывает менталитет Ничего не выясняй, сразу лезть и бить там лица Зачем? Кому это надо? Мы что, пещерные люди какие-то? Почему, если есть какой-то вопрос, его надо решать кулаками? Если надо решить вопрос, то его можно решить и просто словами От того, что кто-то будет драться, вопрос сам по себе не решится Я согласен с тем, что Назар, может быть, недостаточно мужественно себя вёл в этой ситуации Но и это даже не важно Драться там мы умеем Или я хотя бы за себя скажу, что я лично драться умею Потому что я занимался боксом, я за себя постоять могу Я не буду, конечно, хвастаться, что я какой-то там чемпион по всем видам спорта Но, тем не менее, я ударить больно могу Но я этого не делал, потому что я не быдло какое-то, чтобы сразу лезть, драться, бить кого-то Надо все вопросы всегда решать мирно Но есть комментарии и от взрослых подписчиков Я постарше, но когда девушка себя уже так ведёт, бежи от неё быстрей, пока молодой Поверь, много нервов съёшь себе И концовочка после запятой Пошла она нахуй дура И чувачок Дончик Скрипак, чё ты злой такой? Блядь, что? Немного напутали здесь имена Меня с Юлей пить Или что тут вообще происходит? Лиза Шевкина пишет Интересный влог Надеюсь, всё наладится у Назара с Владой Что, блядь, у них должно наладиться? Я чё-то не знаю про тебя и Назара Я не знаю, как они об этом узнали И во влоге главное об этом же ничего не было Да ладно, они реально подумали, что ты с Назаром был Просто перепутали меня с Юлей Никто шуток не понимает Поэтому не надо Вырезай вообще Это раньше мультик, который был про покемонов Я выбираю там кого-то, я выбираю Богдана Я выбираю Пикачу, а тут чувак кричит Я выбираю Богдана И краткая характеристика покемона Классная жопа, маленький мозг Честно говоря, таких комплиментов мне ещё ни разу не делали И я это написал? Кирилл Борисов, да И самое главное, что комплимент по поводу задницы не от девушки, а от пацана А чё мозг-то маленький? Ну ладно, за жопу-то спасибо А мозг чё маленький? А, вот кто-то пишет Богдан, сразу видно опытный парень по части человеческих отношений в силу возраста Владе повезло с тобой, пишут Тебе повезло со мной? Вообще ты счастлива со мной или нет? Да Расскажи подписчикам, как тебе живётся? С Богданеллой мне живётся супер Ты сейчас так ответила, как будто бы я тебе пистолет к виску приставил Такая, там что-то держала только что пистолет Окей, вот моя одна рука камеры держит, вторая вот здесь Чтобы никто не подумал, что я там присунул ствол под бок У нас всё хорошо на самом деле Видите, мы любим друг друга Сидим целыми днями и смотрим ваши комментарии И угораем Есть ещё на самом деле очень много угарных комментариев с какими-то обзывательствами В мою сторону или в сторону Влада Но я не вижу смысла их вставлять, потому что я никак не могу это прокомментировать Кроме как просто поржать с этого Поэтому вы тоже заходите почаще в комментарии Можете смотреть, оставлять свои Если вам понравилось видео такого же... такого формата... Если вам понравилось видео такого формата То ставьте лайк и не забудьте поблагодарить меня подписочкой с колокольчиком Если вы до сих пор этого не сделали Я буду стараться почаще выпускать какие-то тематические видео И следующим тематическим видео будет видос ответы на вопросы Задавайте ваши вопросы в комментариях под этим видео Не только мне вопросы, а вопросы для Влада Возможно у вас есть и к ней Да невозможно точно есть к ней куча вопросов И на самые интересные, самые креативные Мы ответим в одном из следующих видео для вас Всем огромное спасибо за просмотр этого видео До скорых встреч, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова